Добрый вечер, начинающие практики, продвинутые практикующие и все, кто серьезно интересуется магией. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Мы продолжаем нашу тему «Ответы на вопросы учеников, читателей. Правильные ответы на неправильные вопросы». И сегодня вопрос, но он такой умеренно неправильный, в принципе частый. А можно ли снять с себя порчу самостоятельно? Значит, очень многие вопросы, когда человек их задает, видно, что человек не старался этот вопрос обдумать, просто аналитически. Иногда это хорошо, что значит он сразу не пытался опираться на предыдущий опыт. Иногда печально, потому что значит, что он просто думать несколько ленится. Значит, смотрите, большая часть людей не очень хорошо могут себе почесать спинку. С трудом вытащат у себя занозу из неудобного места. Но, тем не менее, могут задавать вопросы, а можно ли с себя снять порчу самостоятельно? То есть, ребята, серьезно, многие не могут сделать даже гораздо более простые вещи самостоятельно. Почему вы думаете, что вещь более сложная может получиться? То есть, здесь правильный вопрос, в первую очередь, кто вы? Если вы продвинутый, практикующий маг, и на вас каким-то образом оказалась порча. Да, вы можете ее снять самостоятельно, и вы знаете, как это сделать. Если вы пропустили такое воздействие, то есть, во-первых, скорее всего, вы такое воздействие не пропустите, и, во-вторых, вы и так знаете, что делать. Значит, если же вы не практикующий маг, и каким-то образом вы поняли, что на вас именно порча, а не несварение, то, во-первых, как же вы это поняли? Скорее всего, что сами вы этого понять не сумеете. Либо вам это скажет какой-то шарлатан, либо компетентный специалист. Если вам это сказал компетентный специалист, что же вы, скорее всего, опять же, знаете, что делать, у вас он под боком. Вот, значит, теперь, в принципе, говорю, способности обычного человека снять с себя порчу не выше, чем способности обычного пользователя компьютера написать самостоятельно антивирус для сложного вируса, который он подцепил. Вот, значит, однако, что же все-таки делать, если вы поняли, что на вас порча каким-то непонятным способом, никаких практиков вот рядом вы не знаете, да? Обидели всех в округе 100 километров, и прийти теперь не к кому, да? И понимаете, что порча на вас не просто так. Значит, ну, у вас тогда есть способы, да? То есть, что делает человек, там сказать, обычный компьютерный пользователь, если подцепил вирус, ну, скачивает антивирус. Найдите как бы места, где есть антивирусы. То есть, это могут быть храмы, это могут быть места силы, это могут быть какие-то святые места, где, возможно, содержится качество. И если вы придете в такое место, и обратитесь, есть некоторый шанс, что это место вас услышит, и его энергетика вас поменяет. То есть, шанс вы получите гарантии, ну, дает только страховой полюс. Следующее, что вы можете сделать, любое магическое воздействие, оно как-то заякорено на ваше состояние. Если вы очень сильно поменяете свое состояние, то есть, не обязательно там в виде сильного стресса, там, не знаю, молитвы, изменения делания, изменения своего имени, вы очень сильно поменяете состояние, как это уже детали, как бы не для трехминутного выпуска, то есть шансы, что воздействие, нацеленное на вас, как бы теперь не будет вас определять как вас, и от вас отвалится шансы не то, чтобы велики, но возможны. То есть, можно ли снимать себе порчу самостоятельно для обычного человека? Ну, не проще, чем прооперировать себя самостоятельно, то есть, там, без наркоза в полевых условиях. Ну, шансы есть всегда. Мы знаем, как бы женщин, которые делали себе самостоятельно кесарево сечение, но лучше обратиться к нормальному, честному специалисту, вот, если, конечно, такой у вас есть. Вот так, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Буду рад дальнейшим вопросам. Для этого следите за новостями на этом канале. Вот, на него можно даже подписаться, вот, что, как бы, и после этого любая порча, наверное, будет вам менее страшна. Вот, буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного! Субтитры сделал DimaTorzok